привет друзья сегодня у нас завершающие видео небольшого цикла посвященного работы на дизайн проектом мы писали записываете видео для вас потенциальных заказчиков этих проектов но речь не о том что вы закажете их у меня я вообще не умеет делать даже не станислава я просто решите сделать хороший дизайн да да правда правда даже в однушку череповцы захотите если реконструировать будете знать что делать и практически все обговорили обсудили станислав так сказать со всех сторон отстрелялся закрыл все важные вещи но осталось немножко последних вопросов мы решили записать это видео чтобы на не став на них ответил с удовольствием я сразу я сразу с авто поначнула станислав слушай я вот как тебе не напишу скажу стас там давай запишемся давай вот типа сегодня в 3 давай завтра в 5 давай послезавтра в 2 тыс же давай мне такой вопрос немножко в топный а как у тебя вот вообще с этим почему те так легко время найти для такого ну я сам распоряжаешь свое время у меня одна из основных ценностей это свобода то есть я работаю не чтоб работать там деньги зарабатывать чтобы у меня была возможность делать все что хочу когда хочу и мне нравится собственно такая тема я сам себе строю расписание и у меня нет никаких это срочных дел у меня есть стратегические дела которые я делаю все остальное когда хочу то и делаю да ладно слушай ты владелец студии у тебя нет срочных дел нет между давно очень это не зависит от того владелец студии или нет то есть я думаю что это больше зависит от самоорганизации блин хорошо тебе счастлива это человека и вот здесь также можно сделать ну просто видишь это все на карте зависит от уровня людей с которыми ты общаешься если я мне приходится общаться с людьми уровне выше меня там например с каким-нибудь топом если я пишу статью то он потом подмену подстраиваться не будет только серёга завтра в 5 чтобы был как штык мухой ну я чё скажу да конечно буду вот тебе так видимо у тебя нет таких людей заказчиков я не знаю но у меня есть новую ими занимаются дизайнеры менеджера то есть все на месте когда мне нужно участвовать вот у меня сейчас есть звонок который мне нужно сделать ну я позвонил человек не отвечает соответственно я позвоню после нашего эфира ну то есть ничего такого страшного не будет я понял ладно слушает это интересно а вот вообще можно такой может можешь если такое представить что вдруг какой-нибудь очень важный клиент крутой твой твоей студии говорит мне завтра нужен станислав в три часа дня на два часа там на консультацию да конечно и ты прям бы ты и ты согласишься но так как у меня нет других важных дел и мало кто так делает собственно если мне комфортно интересно почему нет ну я только за у меня есть такие клиенты с которыми с удовольствием встречаюсь и просто жду звонка да ладно конечно приятно быть так сказать во хвосте этой очереди ладно станислав слушай у нас по мотивам наших видосов есть несколько вопросов от зрителей я их себе выписал сейчас тебе буду задавать ты будешь отвечать вопрос номер один читаю вопрос для станислава что я могу сделать со своим дизайн-проектом после того как мой ремонт закончен могу ли передать его друзьям или даже продать нет ничего не можешь потому что проект делается индивидуально под каждого человека ты можешь передать только какие-то рекомендации по наработанным связям строители может быть у тебя дизайнер тебе понравился порекомендовать можешь друзьям можешь какие-то мебель материала но так вот чтобы остатки какие-то можешь продать если у тебя остается там кирпич или декоративные или плитка все остальное на никуда ты не денешь а если я просто фантазирую приходит коттеджи поселок состоящий из одинаковых коттеджей можно кому-нибудь еще свой дизайн проект отдать но сделать и так же как у меня как правило нет потому что у нас мне кажется не очень сильно идет эта тема потому что даже супер какой-то эконом хочет что-то индивидуальное то есть у нас типовое ну может быть строится на только застройщика все люди которые пытаются делать и дизайн они пытаются по-своему тем более если дизайнера нанимают то уж точно я дизайнера нанял я с него за каждую копейку отработают пусть отрабатывает в сегменте это нормальная тема прикольно спасибо блин слушай и жалко что так как я дизайн проекте есть так рука нибудь быть в интернете знаешь что мне раздать на торрентах ну ладно я понял нужно что ты можешь сделать я тебе скажу ты можешь stories какими записывать для чего ну для того чтобы показать свою личность в отражение своего дома то есть это еще одна грань твоей личности stories все любят посмотреть как у кого что происходит вот и это тоже можно использовать в принципе я понял интерес людям твоим друзьям будет это интересно как будто ты съездил отдохнуть европу там в таиланд и вот люди смотрят картиночки точно таким же интересом они посмотрят как ты там дом строишь или квартиру какие-то на проблемы ситуации то есть это его вниманием дополнительно повышает можно так попробовать интересно спасибо хорошо станислав можно ли с не очень элитным проектом оказаться на страницах архитектурного журнала что для этого вообще нужно можно до решение должно быть интересно не стандартная в принципе элитность никакая вообще не нужна и многие журналы с удовольствием печатают и небольшие квартиры и совершенно бюджетная то есть важная не стоимость в дизайна ремонте вообще работы а изящность решения задач наоборот даже больше тебя возьмут если ты ну то есть условно любое может сделать там супер премиум вип если ты пошел купил самое дорогое и как-то более-менее нормально их там по цветовому вееру скомбинировал а попробую сделать из недорогого чтобы это выглядело на миллион долларов вот эта задача и это задача для настоящего дизайнера и это любит журнал в том числе интересно слушай я получается то есть это я я просто правильно понимаю что прям такой проект чуть ли не специально для журнала и делается могу доделать для журнала что нужно им нужно какой-нибудь там хайповые вещи например что то что до дешево но выглядит круто что-то экстравагантная журнал с удовольствием печатают а где-то жить не будешь то есть такой интерьер там как у меня как у тебя ну у меня еще могут напечатать потому что там целый концепт но в целом если был бы только того кабинет он ничего не представляет а вот совокупности с другим помещениями да также у тебя да вот у тебя как бы обычные там ну что-то непонятно если ты будешь рассказывать что у тебя там какие-то арт-объекты находятся там на стенах да и что это у тебя германии и там еще какую социальную тему затрагивать что это там жилье какое-то то есть с какой-то историю добавишь тогда будут то есть журнала нужно интерьер как повод а дальше конечно всем истории нужны как что почему поэтому террором кстати выгодно быть то есть они могут придумывать как вот и пишешь да ты же не о копирайтинге пишет и просто пишешь о жизни но у этой статьям складывается впечатление тебе как и профессионале вот принципе тоже самое здесь слушать на самом деле сложный вопрос немножко не архитектурный это мне кажется вообще есть два больших подхода к созданию личного бренда один я называю профессионал а второй называю интересный парень профессионал это не знаю в моей редакторской сфере к примеру максим ульяхов он пишет про редактуру а про его личную жизнь вообще никто ничего не знает где он живет как он вообще что там чем он увлекается музыка немножко знает вот а у меня другой подход я пишу там про свою жизнь и привлекаю людей которым нравится мой образ образ жизни образ мышления потому что в целом я все чаще наблюдаю что мир так меняется что ли людей не душный человек тот с кем хорошо общаться становится более выгодным как профессионал чем там супер проще и супер спец с которой прям душ нет но лучше чтобы и супер профи был и общаться было интересно не очень много как ты да ну почему ты противоставляешь это это в принципе одно и то же и по-хорошему да ты должен быть классным профессионалом действительно экспертом это плата за вход да если ты не профессионала супер просто хороший классный парень то гроши цена все равно ну может там пиво выпить а если ты и профи с тобой общаться еще здорово ты еще выполняешь взятые обязательства срок то вообще супер я понял прикольно ну это на самом деле есть мне кажется такая глобальная штука что люди которые вступают в роли профессионала они часто я просто по себе забыть наблюдаю как бы будучи участникам этого процесса они буквально насилуют исполнителей но есть там некоторые примеры в нашей редакторской среде когда человек прямо давит профессионализмом ему так удобней работать вот этом в англоязычной среде даже из такой термин называется биллионер джерк это как бы мудила на миллион человек который очень профессиональный но отравляет все вокруг себя и как бы только небольшое количество людей вокруг него выдерживает вот таких людей сейчас старается но это можно понять это очень хорошо если ты начинающий без заниженной самооценки и хочешь учиться потому что с одной стороны супер профи дай какому-нибудь мальчик или девочку для битья чтобы показать какой он умный если ты подключишься то надо воспринимать это с положительной стороны как мы с тобой обсуждали то окей пусть меня гнобят пусть меня говорят что этом не так что-то сделал пусть мне говорят как надо править а я буду учиться то есть я бы воспринимал это так я например всегда когда работал я ждал критики я удивлялся с меня не надо хвалить зачем я хвалить я знаю какой молодец я всегда говорю об этом спасибо ну то есть мне приятно да как кошки погладить но в целом как бы ни на что это не влияет мне пожалуйста укажите что где как я сделал конструктивно не неправильно особенно если это советом от опытного архитектора и у меня был такой совет который в целом ну как бы мне жизнь по сути поменял и сделал из меня дизайн или прям помню этот момент поэтому это очень круто а там уже вопрос самооценки то есть ну насколько там ты ок или не ок я понял спасибо интересно в целом такие люди нужны знаешь почему потому что тут же мы две потребности решаем потребность умного человека выговориться и потребность молодого человека научиться если каждый уберет ну или молодой уберет свое эго да а профессионал в принципе он что теряет он теряет просто то что молодой выучиться и благодарность у него не будет то есть он теряет благодарность может она ему не нужна но плюс к этому он теряет хорошего сотрудника потенциально то есть такой супер умный специалист если он будет так себя вести да он будет реализовывать свои хотелки через гнобление условно других но команду никогда не соберет соответственно развитие у него здесь прекратится и потом он будет старый никому не нужны я понял хорошо спасибо вот еще вопрос стас вы говорили про разные стили и идеи а мне все нравится я все картинки смотрю и все бы сделала как мне понять что моё как остановиться зачем останавливаться надо две квартиры купить три дом большой и вот вот цели стас слушай не все миллионеры как ты ну правда я на самом деле эту женщину очень понимаю вот часто таких людей вижу на него заходит магазин пример одежду купить им все все нравится вся одежда чтобы купила но я в таких ситуациях рекомендую сделать white box вот как у тебя фон и менять шторы менять дивана но не дивана там можно мебель стать недорогую покупать да как одежда из масс-маркета да ты каждый сезон покупаешь новую недорогую одежду принципе можно диваны перешивать можно там картины менять можно не картин вешать а фотки которые там стоит 100 евро за печать ну вот как бы это все несложно то есть понять что тебе словно осень зима лето в любой тему делаешь и меняешь значит человек который хочет постоянного изменения это нормально можно это сделать можно ковер поменять ну то есть как угодно можно еще такого же найти как ты просто меняться обстановкой решение просто сходу домами меняться можно домами да можно сдавать и на rb снимать где-нибудь что-нибудь сейчас это менее актуально но раньше прям даже такая идея была да что почему бы тебе не сдать да и пожить в равно в равноценном доме в другой стране не приобретает месяцок например прикольно же пусть ребята там здесь поживут москве да ты поживешь не в лондоне почему нет я понял прикольно спасибо хорошо еще есть вопрос стас почему в россии так популярна цыганская барокко сложно ли сделать хороший интерьер в классическом итальянском стиле не популярно уже и нет такого то есть никто до этого уже не заказывает я не знаю каким чиновники мне кажется они уже себе наделали все давно да кто там хотел право воровать они же права вали а новенькие они уже хотят больше современные какой-то стиль ну с кем я сталкиваюсь даже вот с кем общаюсь до из государственных деятелей они все равно хотят вот более уже современную тему то есть эко стиль современная даже не классика наш классик уже больше как бы хотят старше погляни предприниматели ими производственники вот там был у нас там колбасный цех был у одного клиента вот вот такие ребята в регионе очень тоже как бы распространено ну вот такая штука и итальянский интерьер правда сложно делается итальян да нет нет ничего сложных сложно я вообще не понимаю что что-то что-то между под слов но вот у меня пример перед глазами встает наверняка смотрел фильм расследование навального про дворец геленджике да там же вот реально блин такая пердуха там некачественно сделали конечно у нас рост еще про это потом там знаешь как сделали там сделали что кто-то там не было заказчика во первых да то есть там был скорее всего какой-то оо да и каждый каждый секретарь что он рассказал что хочет арк архитектору просто деньги платили ему было наплевать он в итоге заносите мешок денег сделаю как вы хотите мне все равно то есть мы принципе его тоже можно понять то есть он там не старался он делал то что ему говорят и все это очевидно вот и может быть даже там больше какие-то там другие ребята делали даже него не знаю ну то есть если нормальный профессионал он так не будет делать потому что базовые законы нарушены да у нас эти еще последний вопрос есть про против дворец вот я просто даже сам смотрел это видео меня удивляло ведь это же такая вискусица ведь это жить в этом прям это как знаешь можно руку сломать но можно вкус сломать наверно как в таком доме поживешь я не думаешь там жить кто-то должен был я думаю что он для приемов для тусовки для всего этого то есть вряд ли кто-то там жил бы мне кажется а ты вообще сам вот как относишься к такому итальянскому патио диваном позолота не но дивана мне не очень нравится архитектуру хорошую люблю вот палат ну значит этот самый как все что в римская архитектура вообще отлично все что ну вот это очень-очень хорошо когда крупные формы вот эти вот честные материалы это классно очень люблю я теперь понял почему со мной работаешь мне крупные формы просто да 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 маневать я понял слушай то есть ты типа итальянского образа жизни человек наверное да нет это же не зависит ты смотришь у тебя либо есть история какая-то в этом или нет или это новодел непонятно когда у тебя есть стержень какое-то не важно какой мне кстати в любой стержень это может быть идея с футуристический может быть стиль я одинаково люблю как футуристический так и классику не обязательно жить но если у тебя есть некая идея какая держит весь каркас то я приму любой интерьер абсолютно без проблем поэтому я могу и супер минимализме да и супер классики если там все честно все прослеживается все пока аноним все по законам сделано вот если все красиво с пониманием дела то я вот любую тему люблю знаешь как тебя спросить да ты вот там не знаю какой любишь на завели фильм это же разные на какие-то смотришь либо вам книги читаешь на нельзя сказать что одни там ты любишь другие нет стиля есть разные почему ты должен есть только только суп или только второе сложнее я бы поспорил дело там еще вот мне кажется в чем в соответствии например и вот итальянский стиль он же создан для такого средиземноморского климата например вот это двор патио в котором ты можешь сидеть под навесом и тебя типа солнце жарит а ты там сам не знаю пьешь какой-нибудь раза то а в россии чего но ты вот я сижу на веранде мне знаешь как жарко и специально вес себе сделал потому что невозможно на солнце сидеть в летом очень стиль это хочет как это преемственность здесь проявляется в россии можно патио построить нормально конечно вообще отлично вот у нас есть против меня есть патио и не одно раз закрытое второе 2 ты меня три патио конечно даешь ну я же не просто как поставил потому что прикольно значит когда солнце над за домом перед домом с друзьями на шелки и отлично где-то на на бане патио отлично и плюс я понял ну есть у тебя веранда с растениями все зонтик там ставишь тусишь потом у тебя же может быть друзья придут разные там родители поеду ну то есть почему нет разные дикой хорошо блин узнаешь на самом деле важно чтобы кажется дизайнер все это понимал потому что ведь в архитектуре дизайна многие это функционал прет но как в испанских домах примеру у них спальне внутри помещения потому что пожарка снаружи стены нагреваются внутри прохладных про нас тоже спальне внутри помещениях я знаю что не подложишь просто что хочется что прям дизайнер профи был чтобы он понимал что откуда откуда ноги растут как все устроено ну конечно ну это как доктор это пойдешь и он декабы на тебя потонирует конечно надо что профи было иначе как ну доктор 7 лет учится а дизайнера ты он за год делаешь знает все эти детали ли не мне надо все знать вообще обо всем можно выбрать специализацию и он может допустим специализируется на однокомнатных квартирах там у тебя одно и то же всегда у тебя нет никакого патио там в жизни никогда не будет если ты делаешь конечно дома там ну тебе подольше надо подучиться побольше пособирать информации плюс у тебя есть я же чему учу не знать все знать что должно быть да как некую скелет основу и даю инструмент по тому как добыть информацию то есть если ты делаешь премиум там вип-объект от 1000 метров эти говорю там обязательно домик для охраны домик для обслуги на это должно быть где это будет это уже тебе надо знать но это нужно обязательно прописать и ты должен знать что это надо не забыть а как уже допустим ok как организуются домики для охраны в домах ты уже идешь там в google где ты ищешь то есть не надо все знать а надо знать то что тебе знать на наименование на специализм спецификацию а дальше ты уже идешь изучать ваш специфики очень много ну и опыт конечно нужно хорошо окей спасибо так станислав а что вы думаете о дизайнерских шоу на телевидении стоит ли туда идти в шоу можно сходить конечно почему нет ну как of как ведущий ли это понимаю или как дизайнер до интересный опыт то есть ставят не ничего не имеет общего с дизайном но как шоу прикольно смысле почему не имеет они же дизайн-интерьер делают ну они делают не так как дизайн нужно делать там больше шоу там тебе приносит список из спонсоров у которых удалось договориться идти надо применить эти материалы то есть там как бы тебе будет так почему ну потому что вот нам василий иванович выдал ковер вот вешай его куда-нибудь надо василий иванович уважить он нам денег занес ну в принципе примерно так плюс там они учитываются потребности клиентов плюс там всегда какой-то условный трэш да в хорошем смысле что тебя на что-то вау сделать плюс там история героя ну такого нет как бы в жизни но для картинки это хорошо я понял то есть воспринимать это как шоу надо как потренироваться это очень хорошо я сня в детстве очень любил смотреть мне казалось что вот это прямо жизнь тебе все идеально сделали заходишь там даже полотенчики висят да но это молодцы нет ребята очень конечно молодцы наш в короткий срок все это делать очень такой ну важный труд вот я один раз принимал даже участие в программе какой программе давай не буду палить там было все не очень хорошо то есть условно я когда увидел как это делается какого качества то есть для картинки все нормально там скотчем где что надо приляпали для того чтобы камера про это сделала а потом условно это завтра все отвалилось вот так его не 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 спасибо если ко мне придут делать я пожалуй не буду но у меня был один такой опыт лично как я это видел ничего не скажу за как называется эта программа и что в других творится но в целом подход такой я понимаю побыстрее сделать снять и до свидос потому что там сами участники же они деньги не платят ну одаренным к ним зубы не смотрят эти да вот на самом деле большая есть проблема с бесплатной работой она его легко выкинуть просто помойку что ты ничего не стоит на потом ты будешь идти тебя будет все отваливаться каждый там сколько-то это такой риски есть ну не факты ничто не везде так но вот риск такой имеется надо к нему быть готовым за гостом на халяву и по телеку показали я понял какие хорошо стат слушай меня такой еще вопрос возник от себя задаем вот мы с тобой когда на видосе разговаривали ты какие-то иногда проскальзывали такие штуки которые меня прям поражали ну что например есть я несколько этажей где на каждом этаже нужно имеет стиральную машину ну типа ну а как сейчас вот уже кажется ну а как еще что я таскать буду по лестницам что белье грязное вот а вот все вот эти такие штуки мелочи лайфхаки и где-то можно почитать добыть об этом где-то пишут как вот этого всего набраться ну вот книжку то что мы делаем я думаю что я там постараюсь описать какой-то мы свой опыт опыт своих клиентов я же очень много с кем общаюсь кем обсуждаем вот ну стараемся конечно сделать но это с одной другой стороны но нет набраться очень сложно их надо копить общаться посмотреть как у кого что сделано удобно неудобно ну то есть это с опытом все приходит то есть где систематизировать я бы с удовольствием я вот на самом деле если бы какой-то был ресурс где бы люди профессионалы не стеснялись бы и не скрывали их там какие-то лайфхаки публиковали мне кажется это было бы очень прикольнее чтобы туда могли заходить посмотреть условно вот так делать надо так делать не надо вот так вот суперрешение там правда допустим я недавно смотрел у нас коллега есть он белье провод сделал то есть они дома строят и убегал они до били провод сделал вот прикольно но не знаю вот видимо мы вместе как бы до этого дошли у меня тоже били провод уже давно сделал вот а вот они выпускали дом делали тоже показывал подожди сейчас еще раз это это типа пневмопочта для белья нет но это на самом деле просто труба ты находишься на третьем на четвертом тоже те надо белье скинуть там в прачечную те чтобы не ходить по этажам ты просто сверху у меня у меня это из баня то есть у меня баня на третьем соответственно мы туда кидаем уже работаем я баню на третьем этаже вот у меня мечта такая знаешь я вот разбогатею я построю дом с баня на третьем этаже снежном районе а внизу накопая огромную кучу снега и разбегусь и сверху прыгну так распроставшийся вне прям в кучу подойдет хотя это самая сила тяжести да саша я уже привык таким шуткам со школу поэтому нормальной школе прыгали у нас был магазин на три этажа как раз и на дальнем востоке ожил у нас там снега навалило забирали с детьми значит на крышу второго этажа он такой как третий был большой с магазина продуктового и туда прыгали и вот один парень прыгнул его вот так вот мне только голова осталось мы потом откапывали все прекрасные истории да слушай вот такой немножко неожиданный вопрос а вот сильно сейчас попробую вас формулировать часто бывает что какие-то увлечения интересы стиль жизни вкус и они прям формируются в детстве в юности а у тебя есть чем такое осталось что и прямо с детства что ты представлял что в детстве у меня будет как-то вот так жизнь устроена и это до сих про правда так получилось нет я в детстве вообще не знал кем я буду чем я буду заниматься у меня были некие как бы увлечения связанные я любил снимать нас у отца была камера он купил m3000 на кассетах такой мне прям нравилось снимать почему-то вот тоже поэтому что-то снимаю вот и но работа это не стало плюс мне нравилось очень рисовать рисовать я не умею я придумывал типа квеста на бумаге то есть некие игры придумывал сам то есть меня креативность была такая и я рисовал там всяких разных лабиринты и наши одноклассники по ним ходили какие такие вещи никаких вот качественных дизайнов интерьеров не было я вообще даже поражаюсь почему я не стал колхозником в плане вкуса да то есть откуда это появилось не знаю чем это связано все таки не могу тебе классифицировать но как-то вот меня тянуло после первого курса я же не пошел на стройку к стройке меня вообще не тянуло ну вот грязи там на стройке вообще нет я пошел почему-то проститную компанию и вот не знаю то ли тяга была туда то ли там я научился вообщем была всегда тяга компьютеры ли любил еще вот этой может быть компьютерные игры как то вот развивают то я старался играть тоже старался играть просто играл в разные игры и может быть там была графика дизайн как-то уровни а вот это вот может быть как-то развила не может сказать необходимо тебя как ты же как бы тоже с тест ст св ש отт у меня так компенсаторное поведение на самом деле мне кажется это что то есть когда ты вырос ну когда ты вырос в детстве довольно бедно, и у тебя было какое-то желание компенсировать это, стать богатым, или приобрести какие-то атрибуты богатства, которые тебе доступны. А ты вот как бы в бедности, да, получается, рос? Да. А ты прям страдал, да, что вот у тебя там что было? Я просто помню, нам тоже там есть было иногда нечего, да, мы там даже ходили, собирали. Ну это весело, согласись, воспринимается. Прикольно, да. Да, я вот не понимаю, то есть ребенок, он не страдает, вот я к чему, то есть нет такого, ах, как вот нам, то есть у тебя для тебя это уровень нормы, типа, ну нормально, окей, пошли грибов, пособирали, пожарили и съели. Это да, но знаешь, где проявляется проблема, как в общении, например, со сверстниками, наверняка у тебя тоже были такие состоятельные сверстники. Нет. Тебе было как-то стыдно, не было, да? Нет, у нас... А у меня вот были одноклассники. Может быть, из-за этого, да. Мы жили в военном городке, там были все на одном уровне, то есть там все одинаково были. А у тебя, наверное, была разница, да? Да, были дети, которые там родители на джипах ездят, а ты вроде как даже домой позвать не можешь, потому что у тебя бедная обстановка. И как-то закладывается эта психология и хочется потом компенсировать. Круто. Вот это я об этом, кстати, не подумал. Да, такое есть. Так что вот. Вот, да, хорошо, хорошая тема. Интересно. Окей. Слушай, спасибо за то, что в книжке будут этим... Мне даже самому интересно посмотреть, какие еще секреты дизайнерского интерьера дизайнера могут быть. Ну вот кирпич, например, вот эта же стена, она сделана из старого кирпича, она двусторонняя. То есть не надо тратиться на отделку. Ты ее с этой стороны... С той сделал, ты платишь просто только закладку, она у тебя и декор, и одновременно с одной и с другой стороны, то есть сильная экономия. Но это просто облицовка какой-то бетонной плиты или там прям выложены из кирпича? Нет, это прям кирпичи есть. Это прям кирпич, который ты покупаешь, он выкладывается, и с одной и с другой стороны он кирпич. То есть это и элементы дизайна. В этом смысл. А стоит у тебя кирпич там 30 рублей, ну так же, как обычный. Ну это старый, да? Продается старый кирпич? Да, да. Ого, ничего себе. Ладно. Я где-то читал кстати, что раньше кирпич, у кирпичей были какие-то другие пропорции, ну типа древолюционной России. Это влияет даже на пропорции зданий, окон, всего вот этого. Ну там немножко они отличаются, да, но там незначительно. Я понял. Прикольно. Хорошо. Так, у меня последний вопрос есть. Стас, а вот помнишь дворец Путина? Там в руки Навального попал дизайн проекта. Скажи, как спец, кто мог его слить? Как бы Путину сделать так, чтобы его дизайн проект никуда не утек? Да никак. Там миллион подрядчиков, миллион людей. И Путин, да даже об этом, я думаю, даже не знал. То есть там делали кто-то там его, кто-то кого-то. Какие-то... Это невозможно скрыть. То есть, скорее всего, там кому-то не доплатили, не заплатили. Часто кидает подрядчиков. Не говорю, что там так было, но в целом бывает очень... Тем мало сделать работу, да, надо, чтобы тебе заплатили. Вот. И это большая проблема. Вот у меня был знакомый клиент, с которым мы начинали работать, и вот он делал даже несколько... несколькими бригадами, там, полдома сделал. Вот. Никому ни копейки не заплатив. Ну, то есть такое есть. Очень часто кидают. Вот. Поэтому там любой обиженный человек мог это сделать. Ну, ему-то что-то терять, ему нечего, в принципе. Угу. Я понял. Не уверен. Может быть, не по этому случаю, может быть, просто кто-то там, знаешь... Тут же причина есть. Обида, да, отомстить. Борьба за правду, да. Вот он считает, что вот там... Вот он борец за правду. Такое же тоже бывает. Угу. Может, там, ну, заплатили, кстати, подкуп. Ну, то есть, любая тема может быть. Мы никогда не узнаем. И, в принципе, да какая разница? Слили и слили. Блин, интересно. Слушай, получается, что от этого никак не защититься, да? Ну, все, что знают там более двух, я думаю, вообще никак. Но, с другой стороны, зачем кому защищаться, что они там слишком сильно погорели, ну, вырулили как-то эту тему и все. Ну, как бы все и так все знают. То есть, что тут? Тут не в этом проблема. Ну, да, я согласен. Знаешь, как еще иногда бывает с секретными документами, в них специально вносят такие, как бы, коррективы и раздают разным людям разные версии, чтобы понять, кто сливает. Да, такое дело. Да. Ну, окей, узнал. Ну, наказал. А дальше-то что? Ну, то есть, ну, хорошо. Я понял. То есть, получается, в нашей работе, в вашей дизайнерской работе, даже если ты делаешь прям супер-секретный проект, он все равно может как-то слиться. Может. Ну, вообще, такая позиция, что честным быть выгодно. Я вот за честность, это одна из ключевых моих вообще показателей, да, что просто тупо невыгодно в современном мире что-то придумывать. То есть, если у тебя интеллект такой, достаточно для того, чтобы все, что ты налгал и напридумывал, скрывать, то есть, тебе даже половины этого интеллекта хватит, чтобы построить хороший бизнес. Как бы, а зачем тогда тебе скрываться и воровать, если ты можешь ровно эти же силы использовать просто в мирном ключе. То есть, даже не с моральной точки зрения, а просто с ресурсозатратной. Выгоднее тебе нормально взаимодействовать. Слушай, это интересная мысль, на самом деле. Ну, представь, сколько тебе надо каждому в голове держать, что ты кому рассказал, а это все потом наслаивается в геометрической прогрессии, и все, ты потом спалишься, все потеряешь. То есть, у тебя безопасность минимальная, риски, потенциальные выгоды, они, ну, сильно меньше, чем в лотерею выиграть. Я понял. Слушай, ты бы согласился бы работать над похожим проектом, типа, в портфолио уложить нельзя, класть нельзя, все секретно, сами понимаете, для кого. Типа, ты согласился бы такое работать? Ну, если они работают по моему договору, то, конечно, ну, и деньги платят, сколько я хочу. Я, в принципе, так работал, у меня так проекты делаются, да. То есть, некоторые клиенты, я вот там три проекта сделал, там, кто в прошлом году, прошлый и позапрошлый, и их нельзя показывать, просто по договоренности. Я было выложил проект, мне быстренько позвонили, сказали, что лучше брать пока, вот, и потом договорились, что показывать не надо, и все, в принципе, платили за это, то, что я персонально работал, никуда не публикую. Нормально, ну, окей. И за это доплачивают, да, за то, что ты не публикуешься? Ну, проект, да, дорогой достаточно, и проект дорогой, и интересный в целом, и человек интересный, ну, очень богатый, вот. Поэтому, ну, короче, мне было окей, нормально, и с удовольствием с ним тоже продолжу сотрудничать, даже созваниваемся. Ничего себе, прекрасно. Ну, а почему нет? У меня же нет задачи, как бы все проекты прямо, у меня нет как бы цели супер самоутвердиться, да, вот такой ценности нету, что доминанта в этом. Я знаю, опять же, какой молодец, то есть мне больше интересно, ну, как бы делаем и делаем, да, а мне интересно пообщаться, да, посмотреть, как он мыслит, как вообще, как мыслят люди с огромным количеством, значит, нулей на базах в счету. Просто вот даже смоделировать какие-то вещи, вот это прикольно. А потом применить куда-то еще. Интересно. Блин, прикольно, когда общаешься с человеком, а просто из-за общения с тобой он чему-то учится. Тоже неплохо. Да. Окей, хорошо. Так, ты чему-то научился? Слушай, да, на самом деле, ну, то есть это на самом деле, да, это правда. Было полезно. Я знаю, что это последует дальше, поэтому я уже, я потянулся, видишь, сразу в кармашек, поэтому там вывернул его. Но я с тобой на самом деле согласен, кажется вообще, что ты вот такой в зрелом виде, ты такая сумма всех людей, которых ты знал, ну, там книжек, фильмов, чего угодно, может, что тебя впечатлило. Да, чтобы у тебя была система какая-то своя, куда ты запихал все это видение, а я был не набором штампов. То есть такие люди тоже есть, они ходят и говорят, вот, 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 обо всем они, вот все, а вот свои, какой-то стержня своего нет. Это важная часть иметь это. Я вот, это спорный момент, потому что все-таки кажется, многие вещи психики, они не поддаются рационализации, и перестроить какие-то знания в общении других людей в систему сложно, прямо архи сложно. И вот, если у тебя удается, ты прямо уникум. У меня вот не удается, например. Ну, смотри, это задача так же, как читать и писать, выстраивать систему. Этой сложности тут нет, то есть этим надо заняться. Самое главное, первое, то, что ты сказал, с этим сильно соглашусь, что у тебя есть от рождения некие свои стремления. Я сейчас психологию изучаю немножко в эту тему, и у тебя есть некие принципы, руководствуешься ты которым. Допустим, у тебя наслаждение жизнью, гедонизм и новое развлечение. Меньше деньги и доминантность, например. И если ты считываешь, они как бы противостоят друг другу. То есть, если ты в органике с собой, то есть, хорошо себя чувствуешь и воспринимаешь, то ты идешь туда, и вот твоя философия вот эта. А другой человек бы другое. То есть, хуже, когда человек, у которой ценность одна, он пытается другую перестроить. Вот это не надо. Это и есть уникальность, которую ты транслируешь в личном бренде, и от этого ты себя чувствуешь хорошо, и люди к тебе идут. То есть, вот это важно. Даже не систематизация, а просто понимание себя более важно. Интересно. Да, но мы еще поговорим отдельно. Я пока стараюсь сильно не углубляться. Окей. Хорошо. Слушай, у меня такой вопрос. Сейчас, и сюда же, пока не ушел. Сейчас задашь. Смотри, и это, я думаю, точно можно использовать в интерьере. То есть, когда ты психотип тоже знаешь клиента, что ему важно, нужно показать, то ты используешь там те же аргументы для доказательств чего-то, и какие-то приемы декора для показа статуса. То есть, условно, вот вспоминая там дворец, вот это вот барокко, его, может быть, человек и не любит. Но показать людям надо, иначе не поймут. И это важно, в этом ценность. А не то, что я люблю. Как цари и короли жили, они, может быть, тоже не любили там жить, но им надо было вот, потому что трон обязывает. Понимаешь? Кто хочет эту корону носить, вот эту вот, с которой там голову тяготит, но надо. Слушай, вот это звучит разумно, но с другой стороны, я представляю, к примеру, вот я бы был бы Путином, например, и ко мне пришел бы дизайнер. Сергей будет Путиным, ну-ка. Ну, он, представь, дизайнер мои истинные желания начинает выпытывать. Это в целом как бы ощущается пассивно, агрессивно. Ну, то есть я же не скажу тебе, мне барокко не нравится, я просто власть люблю и хочу влияние демонстрировать. Ну, это же прям, это все равно сказать, что мне мужчины нравятся, к примеру. Знаете, я вот женат, но мне мужики, я гей-порно люблю смотреть. Типа дизайнеру это никто не скажет. Ну, вот поэтому он и не общается напрямую с заказчиком, а общается с посредником, который доносит, что ему надо. И, в принципе, доступа к клиенту у тебя и не будет. У тебя будет... Ну, это все такое какое-то... Ну, а почему... Ну, да, тебе будет заказчик какой-нибудь. Я у меня был заказ здесь, я клиента даже не видел, у меня был его водитель. Я говорю, у меня все равно кто будет заказчик, мне главное подпишите, что я принимаю. Говорит, ну, все, человек сказал так. Я его в жизни не видел, но мы ему сделали дом. Так тоже бывает. Ну, а ты вот сам считаешь, как, типа, там, какая гарантия, что ему дом понравится? А ему, он, он придумал, как он хочет, попросил оформить, мы ему придумали гораздо круче, там, во французском стиле. Показали, ну, наш вариант. Он говорит, ну, да, ваш вариант классный, но вот сделайте, как я хочу. Ну, то есть, в принципе, он сделал, ну, как бы, по-своему. Ну, да, ему не понравилось. У меня не было возможности с ним, ну, объяснить. Ну, в принципе, да это не нужно. Мы сделали, что он захотел, он заплатил денег, все довольны. То есть, ну, окей. Как-то грустно от этого, если честно, неважно. Ну, это что-то такое. Ну, то есть, а где здесь отговорить клиента, сказать, погоди, чувак, не делай пока интерьер, разбери сперва. Или это не твоя работа? Так мы попытались. Мы сделали специально за свой счет дом в стиле, который, ну, мы посчитали нужным и попытались за свой счет его даже, вот мы вложились в это, сказали, посмотри, дружище, может быть, это просто ты не видел. Он сказал, да, я посмотрел, но вот по определенным причинам я вот хочу сделать подругу. Мы не знаем, может он этот дом делает, не знаю, нелюбимой жене, с которой разводятся. Может он не хочет, чтобы было хорошо. Откуда я знаю? То есть, не моя задача туда лезть. Моя задача предложить, я предложил. Дальше уже, ну, как бы, хозяин-барин. Хорошо, я понял. А вот скажи, вот пример, если ты видишь, что заказчик предлагает, тебе настаивает на очевидно плохом решении, но говорит, типа, я так хочу, вот я хочу, как вот в отце Путина, там есть такая ванная, такая с навесом, и возле него такие два кресла стоят. Ну, типа, это что за безумие вообще? Это ты за другом сидишь, а там женщина телеса свои намывает, а ты смотришь, и сигары потягивают, типа, какое-то безумие. Ну, вот приходит тебе клиент, и говорит, я хочу вот здесь, патио посреди коттеджа построить. И вот хочу. И ты не будешь его отговаривать, если это очевидно плохое решение? Ну, буду, я скажу плюсы-минусы. Смотри, решение принимать, не твоя работа, вот что надо понять. Многие дизайнеры, ну, как бы, и вообще люди лезут не в свое дело. Ты должен предложить, как профессионал, но ты, как профессионал, должен понимать, что принимать решение да или нет, это работа клиента. Ты должен убедиться, что он тебя услышал точно и понимает. Ты для этого должен аргументированно показать плюсы и минусы каждого решения. Спроси, все ли он понимает, берет ли он, ли я ответственность на себя. Можно даже подпись взять, чтобы потом он говорит, я гарантирую, да, что претензий не будет, ты сам, ну, я сам так захотел, дизайнер мне предложил варианты. Все, у тебя есть такая тема. Дальше делай, что он тебе скажет. все-таки мы как бы, тут надо понимать, кто ты, больше, как бы творец или больше ты ремесленник. То есть, если ты творец, ты можешь как бы уйти и сказать, нет, я с таким работать не буду. Это тоже как бы твой вариант взгляда на жизнь. Вот, если ты делаешь работу и ты как бы органичен в этом, ну, я в этом органичен, у меня нет задачи, вот, как бы, выразить свое я везде. То есть, где надо, я выражаю, где не надо, я деньги зарабатываю. То есть, для меня это окей, для меня это конгруентно и как бы нормально, я себя окей чувствую. Кто-то, кому-то нет. То есть, тут ты должен, опять же, вот помнишь, что психология, все равно вернемся сюда. Ты, то, что для тебя окей, ты делаешь, то, что против тебя, и ты никогда делать не будешь, значит, не будешь. Ну, мир же очень разный и люди очень разные. Откажешься один, возьмет другой. Интересно. Зато первый будет ходить и потом всем рассказывать, как я отказался от ключевого заказа. Ну, а потом ему за квартиру заплатить нечем будет, зато он молодец. Ты как-то, когда говоришь про творцов, тебе сквозит какая-то такая легкая пренебрежение к ним. То есть, ты считаешь, что это какие-то недодизайнеры? Нет, 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 я говорю, что люди очень разные, да, и кто-то может, хочет так, да, кто-то по-другому. Я вот рассказал про себя, то есть, у меня нет задачи везде творить. Это не является, как бы, ключевой моей, ну, главной вещью, да, то есть, мне больше интересно разобраться и систему построить. Вот это мне интересней. То есть, я даже сам буду доплачивать. А кому-то по-другому, у кого-то ценности другие. Кто-то говорит, я хочу везде реализоваться, для меня это самая главная ценность. Тогда ему это самое важное. А кто-то скажет, мне нужны деньги, вообще наплевать, что делать. Скажете, там, не знаю, автомобили возить, буду автомобили перегонять. Мне все равно, где заработать. Вот, поэтому, люди-то разные. Я всех понимаю, очень хорошо, очень спокойно ко всем отношусь. Вот, ну, нет, у меня нет никакого вообще, никому, каких-то таких непонятных чувств. Все понятно, все понятно, спасибо. Я понял, хорошо. А вот это твое отношение к работе и творчеству, оно со временем менялось тебе или это все время такой был? Менялось, я думаю, мне кажется. Потому что, ну, конечно, ты хочешь всем доказать, что ты можешь. это попал дверью, признавайся, жизнь не бывала. Куда? Ну, такой, я не буду так работать, вообще вы его борзели, я ухожу. Бывал у тебя такое? Ну, ну, как, я сразу ставил такие условия, да, что я вот работаю так, а не иначе. не хотите, у меня был, я всегда заключал со всеми контракт, но на своих условиях. Вот, если человек, то есть, всегда можно ценник поднять, а можно, вы не будете меня публиковать и упоминать в социальных сетях. Можно, ценник поднимается, то есть, ну, как бы за все есть цена. Поэтому, чаще всего просто поднимают цену, ну, в принципе, ты так же делаешь, чтобы человек отказался. Согласиться, окей, отлично, почему бы и нет, вот буду рассказывать, как сегодня рассказал. Да, интересно. Слушай, это интересно, хорошо. Знаешь, что еще я думаю, что я думаю, это однобоко достаточно, жизнь воспринимается с позиции, только там денег, или только социальные вещи, или только там, не знаю, создание команды, системы, бизнеса. Мне кажется, жизнь многогранна, да, если ты отказываешься от чего-то в силу там своих принципов, как бы это нормально, но почему бы тебе не сделать и не попробовать по-другому, ну, то есть, ты только опыт приобретешь, если у тебя есть время и возможность, вот, ну, вот так. Ну, это неприятно бывает, просто работать. И это тоже иногда нормально. У меня был, мы делаем систему, вот, по нашей студии, у нас было два очень-очень неприятных клиента, очень. Мы знали, что там будет проблемы геморроя гораздо больше, чем он заплатил раза в три. Мы осознанно пошли на это, мы знали, что он очень там дотошный, да, и для чего мы это сделали? Потому что, чтобы проверить систему. Нам важно было, чтобы он был таким, ну, бета-тестером, условно, если наш менеджер справится с этим, и мы сдадим такому человеку, который каждый запятую везде ищет, то у нас будет суперсистема. Вот за счет этого мы сильно улучшили наш продукт. И это опять вопрос, помнишь, то, что мы обсуждали? То есть, взгляда на мир. То есть, кто-то скажет, ой, какой-то клиент попался, который там не дает мне покоям, все деньги и соки выпил. А я скажу, нет, отлично, спасибо, что такое было, и вот вспоминаю его постоянно, потому что, благодаря нему, у меня суперпродукт. Ну, да, ну просто, я примеряю вот эту твою шкуру на себя, она на меня не налезает совершенно, но это тоже нормально, вероятно. Ну, потому что один работаешь, а если, я-то не сам как бы с ним все делал, я просто платил. То есть, для меня деньги не имеют ценности, для меня ценность имеет энергия и время больше, вот, ну и создание продукта. поэтому я с удовольствием заплатил и радовался, другие люди как бы работали, ну, почему нет? Ты просто на пирамиде масла, выше меня находишься, я, ты там, ближе к вершине, когда для тебя, вероятно, мотиваторами является уже, там, не знаю, свобода, удовольствие, или опыт, или знание, да, я пониже нахожусь. Да, здесь, как только безопасность финансовую и жизненную закрываешь, там гораздо все интереснее начинается, прямо, ну, супер. Поэтому выгодно, как можно быстрее быть профессионалом, как можно быстрее, ну, закрыть вот эти потребности, да, чтобы тебе не нужно было, там, ради денег работать, и все, у тебя совершенно другая жизнь начинается, ты просто в другую вселенную переходишь, вообще, ты открываешь там все черты какие-то новые, интересные, но мы сейчас опять в психологию идем. Да, вот это, блин, очень интересно, я как раз хотел тебе сказать, что кажется, не зря многие состоятельные люди начинают филантропией заниматься, там, вакцин изобретать, там, искусство скупать, школу строить, ну, потому что, типа, что еще делать, хочется, что-то, ну, это прям, да, это очень интересно. Умом это не понятие, я это пока тоже не понимаю, но я понимаю, что я это не понимаю, не потому что это они какие-то странные, просто я еще не дорос до этого, ну, вот, как бы, окей. Ну, вот скажи, как хлебнувшие немножко свободы, скажем так, перешедшие на более высокий уровень, это прям ощущается как кайф, ты стрессы больше не испытываешь? Вообще никакого стресса, ноль, никогда, вот уже несколько лет, много лет, да, в тот момент, когда я принял решение, что вот надо что-то менять, и создал систему, и по ней стал идти. То есть дальше были проблемы, сложности в создании, но я всегда, цель ты ставишь себе, и ты понимаешь, что она достижима, поэтому, интересно, да, нормально. Вот это сейчас, на самом деле, очень мощная тема, мне кажется, очень интересно, я прям даже с грустью немножко печалей, что мы сейчас немножко не в то, иди, да, 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 я когда бы с тобой поспорил, потому что я видал людей, которые очень много зарабатывают, но испытывают очень много стресса. Это от того, выстроенные… Не подросли, да? Нет, не в этом дело. У них могут быть не свои ценности, то есть навязанные обществом, либо они могут, у них, ну, как бы свои навыки, там, таланты, в общем, у них несоответствие того, что они делают, и то, что они хотят делать. И они уже не могут становиться, потому что, допустим, они завязаны там на людей, на семью, на власть, на еще на что-то. Вот, поэтому так. А когда у тебя четкое понимание тебя, и то, что ты делаешь, оно соответствует, и ты там нашел применение, тебе нравится, допустим, или там на фотографии ты же увлекаешься, то есть если ты нашел бы, как монетизировать старые вот эти технику, да, пленочную, да, то, что увлекаешься, и добавить туда еще, ну, условно тебе, например, общение с людьми, библиотеку и старые вот эти фотики, условно ты мог бы сделать шоурум, где ты бы показывал, рассказывал, наливал бы вино, еще пил, и люди бы приходили там фотосессию. стас, и сейчас ты скажешь, полезно было, я скажу, да, и опять платить, нет, это соответствие, 10 еще ни копейки не взял, он только плачет тебе, по-моему, да, это правда, да, ты, когда ты уже не заплатишь, слушай, вот я, я не против, вот давай, что не придумаем с тобой, в следующий раз мотиватор, какой-нибудь для меня, мы уже так пробовали, не сработало, видишь, я не исправил, мне кажется, с деньг, я не хочу, нет, нет, не в этом делаю, тебя ценность, не темы, с тобой еще даже, ну, ничего не делали, вот ты вытаскиваешь, что тебе нужно, а потом к этому идешь, ну, то есть у меня там свобода была, да, у тебя, например, там, не знаю, радость жизни и удовольствие, и ты под это все строишь, это возможно, а как это построить, это уже вы узнаете в следующих сериях. Хорошо, сейчас у меня два коротких вопроса остались, я тебя отпущу, ну, ты, в принципе, свободен, ты сам управляешь своим временем, у тебя нет срочной встречи после. Слушай, такой вопрос, немножко завершая вот эту психологическую, суперинтересную тему, о которой мы поговорили, у меня даже, знаешь, так бывает, этот разговор такой послевкусие остается в уме, я очень такое чувство люблю, потом ходишь и думаешь об этом, вот, мой знакомый говорит, что в этот момент происходит, типа, ментальная работа, именно в этот момент человек меняется, вот, но, например, мой знакомый говорил это в контексте спора, что в споре нельзя переспорить собеседника, но можно повлиять на людей вокруг, и они, наблюдая за аргументацией, часто уходят с таким послевкусием, и через спустя неделю их точки зрения меняются, они такие, вот, вот я только что понял, что один из них был прав. Спор это очень классная тема, потому что она сталкивает два мира, и каждый из этих миров вытаскивает свои аргументы, подтверждая там то, что им надо подтвердить, поэтому, ну, то есть плюс эмоция, спор это логика, да, ну, нормальный спор, дискуссия, плюс эмоции, потому что человек вкладывается, он хочет соответствовать, он хочет донести свою мысль, поэтому у него мотивация, как бы, победить большая соревнование, и плюс аргументы есть, и плюс наблюдателя, то есть это очень классная штука, как футбольный матч там, или кто что любит. Слушай, вот завершая психологическую тему, вот скажи, вот ты, например, находясь на неком там уровне, вот если мы пирамиды масла у себя представим, вот ты достиг какого-то чувства внутреннего, которое тебе нравится, а вот ты понимаешь, что тебя дальше ждет, какой твой следующий мотиватор, чего ты еще хочешь добиться в жизни, куда, как там у тебя будет устроено? Ну, да, у меня есть видение, есть понимание, ну, не знаю, мне кажется, какая-то такая личная история, вот не хотел бы ее там рассказывать, то есть, ну, так. Ну, ты понимаешь, да? Ты знаешь, куда расти. Да. Ну, я вижу, я простраиваю себе путь, вижу, что для меня пока некоторые вещи там непонятны, неясны, но я простроил и вижу, что другие люди это делают, почему-то, да, там какие-то, вот, и что, скорее всего, надо переосознать, передумать, переосмыслить, ну, вот могу три вещи сказать, то, что у меня идет на переосмысление, это творчество, креативность, системно, чтобы это делать, и юмор, вот эти вот три вещи, они связаны, то есть, это ТРИС, да, изобретение этих задач, нестандартное решение, это творчество, как делается, как придумывать несочетаемые, сочетаемые вещи, и юмор, собственно, вот эти, системно разобрать эти вещи, то есть, там вот у меня есть, как бы, области, я знаю, понимаю, как это делается на уровне прочтения книг, но, как бы, детализации опыта еще до конца не было, ну, и вот психология сейчас разберусь, для меня это тоже интересная тема. Я вот до такого уровня, в принципе, дошел, что за две недели могу тему, практически любую, опознать, систематизировать, и разложить на составляющие, и начать действовать. Страшный человек, и богу. Нет, прикольно. И вот завершая совсем наш видос, такая личная немножко вопрос, дай мне отец совет. Вот смотри, вот давай смоделируем ситуацию, у тебя есть знакомый дизайнер, например, твой ученик, и он попросил тебя вместе с собой прийти на объект, который он сейчас строит. Вы заходите на объект, смотрите, там стройка идет, что-то рабочий ход, матом ругается, там леса гремят, что-то происходит, и ты вдруг видишь, что на объекте какая-то ошибка прям происходит, вот прям жопа, но что-то не то делают, очевидно. Вот, и вот ты вот на этом объекте находишься, тут твой ученик-дизайнер, тут вот заказчик ходит мимо с рабочих, вот твои действия, ты будешь исправлять ошибку чужую? Кому ты скажешь, а не клиенту, самому заказчику, громко скажешь, отведешь в уголочек, как ты будешь действовать? Нет, ну ни в коем случае исправлять ничего не буду, во-первых, это не мой проект, мне за это не платят, и как бы человек, заказчику естественно не буду говорить, строителям тоже ничего не буду говорить, я потом скажу, вернее спрошу даже у человека, да, у автора, скажу, ну вот ты видел там вот эти вещи, почему ты так сделал, ну как бы просто спрошу, задам какой-то наводящий вопрос, потому что то, что мне кажется ошибкой, может быть не ошибкой, а фичей какой-то, специально, поэтому откуда ты знаешь? Ну, задам вопрос аккуратненько, и все, а там человек сам решит, то есть я не буду лезть там в чужую жизнь, я как бы намекну, ну опять же, если с человеком мы как бы нормально общаемся, и ему это будет комфортно, то есть я как бы достаточно этично в этом вопросе стараюсь подходить, если не спрашивают, ну наверное не буду давать никого совета, специально, но спрашиваю. Не будешь качать самомнение, не будешь кричать, так, слушай, тут все жопы переделать, срочно, я вам сказал. Нет, у меня нет ценности вот власти доминантности вообще, поэтому было бы странно это от меня. Блин, интересно, слушай, ты какой-то неуязвимый человек, надо придумать какой-то способ, вопрос, как тебя прищучить, я сколько уже, почти два года мы с тобой знакомы, что за желание прищучить. Ну это просто, психотерапевт называет это метод вскрытия рака, панциря рака, ну может человек выстраивает вокруг себя некий такой панцирь, как образ в глазах других людей, а на самом деле под панцирем часто какая-то немножко другая личность находится. Это вот несоответствие как раз, а зачем? То есть, знаешь, что у меня, как только ты понимаешь, что это тебе невыгодно, то есть, а зачем? Зачем тебе быть не тот, кто есть? Знаешь, это бывает от страха иногда, что если ты кому-то что-то там скажешь пока, к тебе клиенты не пойдут. А когда у тебя базовые потребности закрыты, тебе все равно, ну то есть вообще, ну то есть не пойдут, и ладно, слава богу, отдохну. Блин. Поэтому, надо работать, чтобы базовые потребности закрывать как можно быстрее. Вот это вот важная вещь, и вначале, да, вот надо повкалывать, а потом будет нормально. Потом можно и в бане на третьем этаже сходить. Я понял. Да. Слушай, прекрасно. Ну у меня, собственно, все вопросы, мы, видишь, как у нас опять получилось, мы начали, как нам про бабушка говорит, начали за здравие, закончили за упокой, ну это такая шутка. Ну что, типа начали про дизайн, закончили опять психологию. Я понимаю такую шутку. Я понял. Окей, видишь, ну просто, я здесь, что ты юмор качаешь, я боюсь, вдруг ты еще там считаешь себя недостаточно. Я пока не качаю, не дошел. Да нет, нормально. Я просто хочу системный разобрас, чтобы это было прям в систему войти. И самая лучшая вещь, чтобы научиться, начать обучать. Поэтому, это большая история отдельная. Я понял. У меня есть гипотеза, мы еще поговорим в следующем видео, что юмор вообще трудно изучаем, трудно систематизируем, потому что он, с одной стороны, основан на неком когнитивном опыте, просто умение связывать много несвязанных вещей. Все верно. Ну то есть, а на другой стороне, на чем-то, на каком-то бессознательном. Да. Там есть фишка, вот кратко такой тизер, есть фишка, ну вот много очень курсов разных, по разным темам, там по дизайну, по копирайтингу, по личному бренду, по чему угодно, по продюсированию. И в целом там люди, как бы нормальные, правильные вещи говорят. Но берут в ученики людей, которые, ну короче, не готовы к этому. И них очень маленькие, то есть ты смотришь, где эти тысячи человек, которые прошли эти курсы. Где хоть один, покажите. Нет. Потому что они как бы платят за вход, но по факту они, ну не способны много сделать. Потому что да, тебе нужны качества, чтобы соответствовать. Так же и здесь. То есть как бы теория есть, но как бы мало кто из людей смогут это применить. Я об этом тоже думал, то есть насколько это этично. Вот ты как думаешь? Вот как бы брать людей, которые все равно ничего не сделают. И некоторым людям интересно пытаться, мне кажется, и приятно пытаться. Вот. А еще часто бывает такое, что люди идут на самом деле не учиться, а просто находиться среди людей, таких же как они. Вторая цель, да. Ну то есть, а почему нет? То есть я, ну вот с моей точки зрения это слегка неэтично. Ну то есть тогда и продавай, например, продавай сообщество. Типа мы не учимся, а просто хорошо проводим время. Ну в этом, да, в этом диссонанс получается, что продают тебе, как будто, вот почему ненавидят все инфо-цыганы и вот инфо-бизнес, потому что продается это как волшебное волшебство, что у тебя будет возможность. И человек верит, слабый, ну условно слабый человек, никого как бы не оцениваем, но чтобы просто было понятно, верит в то, что вот сейчас он съест волшебную таблетку, у него все получится. То есть юридически, с точки зрения, все нормально. И вроде как они никого не обманывают, человек сам прочитал то, что прочитал. Но в силу того, что как бы он более на низком уровне развития и более слабый, у него как бы из-за этого и не получается. И именно из-за этого он идет. Профессионалы, которые влияние и манипуляции, которые это понимают, они используют как бы такие методы. Но насколько это этично, я тоже в этом вопросе думал. А кто мы такие вообще, чтобы завершать за человека, что ему правильно, а что нет? Это тоже такой большой вопрос. Мы можем так говорить, если мы подразумеваем... Сейчас у меня... Значит, условно, ты его лишаешь шанса. Вот представь, вот из этих тысячи или из тысячи человек есть один. И если бы ты не сделал вот такую как бы воронку, да, которую приобрел Клаба, а вот этот один, он когда бы этот шанс не приобрел. То есть да, у них же есть шанс. И вот тут такая как бы дилемма, то есть имеешь ли ты право или не имеешь? Можешь или не можешь делать то, чтобы влиять на людей? И это вопрос влияния. Позволяешь ты себе влиять или нет? Ну это... Но так можно говорить, только если мы понимаем, что люди точно... точно принимают ответственность за свою жизнь, свои решения. А они так хотят? Можно привести... Ну да, можно привести аналогию, к примеру, вот, допустим, с полными людьми. Вот говорят, ты толстый, тебе нужно худеть. Ну то есть это как бы вроде совет, да? Блин, сейчас я запутался, вот я не уложился. Это, короче, я все испортил, прости, опять. У меня внутри роились мысли, которые мне самому казалось... Да нет, ничего, зачем, все ок. Бывает, знаешь, когда в голове роятся мысли, тебе самому кажется, что они связаны, а пытаешься их сказать, получается плохо. Вот. Ну ничего, я подготовлюсь и отвечу на этот вопрос. Это очень сложная тема, я сам преподаю и сам часто думаю. Я бы тебе по этому поводу это и говорю, да. У тебя как бы по этому поводу тоже есть свои мысли, интересно как бы их послушать. Да, давай мы, наверное, просто перенесем до следующего видоса, я подготовлюсь, тем более, что мы как раз того замечательного провели. Вот. На этом, наверное, видео завершаем. Спасибо, друзья, что посмотрели. Сделай пожелание для тех, кто будет делать там дом, квартиру, какие им рекомендации, пожелания. Давай от тебя, вот ты послушал там сколько, шесть у нас было лекций разных, да, и вот сегодня как завершение, что вот ты вынес для себя и что ты пожелаешь там людям. Ну, совет от непрофессионалов от непрофессионалов сейчас будет. Ну да. Я бы, я просто сформулирую это советом, совету самому себе. Вот. Я бы нанял дизайнера даже недорогого. Ну, как бы, своего опыта ведения, у меня был ремонт квартиры стоимости до с половиной миллиона рублей, вот, который просто превратился в ад. Вот. Я бы сейчас, возвращаясь назад, я бы нанял дизайнера там тысяч за 15, он, мне кажется, по-моему ошибок бы моих исправил. Я бы, конечно, нанял бы... А? Наделал бы новых за 15. Ну, слушай, ну, я, чиповцы трудные. Все, твой совет, твой совет, давай, не лезу. Хорошо. Конечно, я бы пытался сгрузить максимум ответственности на других людей, нанял бы человека, который провел бы стройкой, авторский надзор бы взял, я думаю. То есть, это все равно дешевле вышло бы. Возможно, взял бы комплектацию, потому что я все закупал сам, мне кажется, комплектатор бы, как минимум себя бы купил в моем случае. Вот. Еще я бы, наверное, главный совет бы себе дал. Мне кажется, что этому, в принципе, не так долго было бы научиться самому, и это было бы интересно. Мне кажется, что я бы пошел бы, нашел бы какие-нибудь видосы, стал смотреть, какие-нибудь курсы бы нашел, попробовал месяц-полтора поучиться, почитать что-то вокруг всего, а не просто лезть туда, как прорубь, с пустой башкой. Вот такой совет бы я себе дал. Классно, классно. Все смыслы, которые я хотел заложить, ты перенял, и транслировал, значит. Я все-таки, все-таки я могу что-то, прекрасно. Так и не только ты, значит, и я могу, раз смыслы все нужны, передал. Блин, слушай, я чувствую себя иногда, знаешь, словно ты такой священник, который такой, и ты не грешишь, и я не грешу, мог бы практически святые. Да нет, или наоборот, вот с этими. Вот фиг знает, кто ты на самом деле. Посмотрим. Но пока ты платишь мне деньги, поэтому... Можно, да, делай что хочешь. Да. Мы скоро продолжим, у нас есть еще много интересных тем. Слушайте, передавайте друзьям, показывайте, задавайте вопросы, мы с удовольствием ваши темы, как Станислава, темы, мы ваши темы обсудим обязательно. Спасибо, друзья, спасибо, Стас. С вами был Сергей Король. Спасибо за интервью, пока. И Станислав Орехов, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok